И всем привет, меня зовут Ритсу и резня наша бензопилы продолжается уже вот седьмую серию, уже седьмую серию. К счастью, попытки покушения на Денжи временно приостановились, все-таки он вне зоны доступа, прямо сейчас внутри демона находится, буквально. Поэтому до него не добраться ни к Абени, ни тому второму мужику, я даже не помню его имя, если честно. Не знаю, будет ли он важен вообще в дальнейшем или нет, но не суть. Не суть, как бы. Мы продолжаем все еще разбираться с нашей ловушкой, демонической ловушкой, с этой петлей бесконечно. И Денжи решил отправиться вперед, буквально вперед, прям прыгнул, взял и прыгнул монстру в пасть. Откуда он решает, собрался решать проблемы. Прямо изнутри монстра этого. Ну и, в принципе, в принципе, да, до сих пор мы еще не разобрались с нашей проблемой, поэтому в этой серии я надеюсь, что мы уже закончим эту мини-арку, так скажем, этого отеля. Ну, скорее всего, что ее растягивать-то? Что ее растягивать? И растягивать наше вступление я тоже не планирую, поэтому напоминаю, что полную версию этой реакции вы сможете найти на Boosty, кому интересно, конечно же. Ссылка будет в описании, и, в принципе, мы можем прямо сейчас переходить к этой серии замечательной, надеюсь. Поехали, да, до сих пор мы в отеле находимся. Блин, странный ракурс был, даже не понял, где у нее вообще находятся персонажи, а они просто из номера отеля были видны. Странная камера была. Кто спас это? Ну, конечно, спаслись. Дэнжи все-таки решил действовать. Кому еще я сниму разбираться с этим делом? Вот сколько сегодня здесь происходит? Глаза какие-то, кишки вокруг? Ужас. Насколько этот демон вообще разросся? Такой здоровый, я не знаю, где вообще он сражается. Но хотя бы музыка крутая играет. Да, да, он демон, полудемон. Ты это, не отвлекайся, как бы, не стой на месте просто. Демонов много, рук много здесь. Тебе на всех хватит. Ой, на опенинг тоже, наверное. Блин, че-то пока что выглядит все не очень. Пилы пропадают потихоньку. А, ну, блин, так можно было? Он просто может кровь демона выпить? Так это слишком, слишком сильно. Нечестно. Так можно, конечно, бесконечно драться с этим демоном, но ни к чему не придешь. Глубоко, глубоко, мужик. Ты, видимо, разбираешься в этом деле. Кто он вообще такой? Кто он вообще такой? О, опять начинается. Опять паника. Мне уже хватило паники в прошлой серии. Ну и что, ну? И вот не нравятся такие вот люди, которые слишком, слишком тебя оберегают, не знаю. Ну, что поделать? Хочет он убить его. Я, конечно, все понимаю, но он чересчур прям его оберегает. Ну, понятно, что, я не знаю, это же сложное, все сложное. Да, ну а толку, если что-то его режешь? Ты же особо урон тоже не наносишь. Рано или поздно, мне кажется, ты сам спаси просто, твое тело устанет. Ну, не знаю, я бы не сказал, что он прям может его прикончить. Я не знаю, насколько силен этот огнестрел. Он обычных людей просто сам может вот так убить за секунду, но не знаю. Мне кажется, просто бензопилы на этого вот самого опасного, чуть ли не самого опасного демона... Как это просто бензопилы хватит? А тело-то у него человеческое, по сути. Слишком она к нему липнет, я не знаю. Мне не нравится вот она. Она прям озабочена, не знаю, своими напарними, после своих напарников у него какая-то травма вот эта. Серьезно, и все? Он просто резал, 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 и все? А что, так можно было? Так просто. Видимо, нашли идеальное оружие против такого монстра. Я-то думал, какой-то у этого демона будет секрет. Секретный способ его победить, но, я не знаю, видимо, все было так просто. Какой герой? Такие, как бы, способы максимально простые. И такие же демоны, видимо, здесь. С Макимой, говорит, хочет. Но хочешь ли вот эта твоя подруга с Макимой? Ну, вот это хороший вопрос. Почему все так, я уже спрашивал, почему все так хотят съесть этого Дэнджи? Откуда они вообще взяли информацию какую-либо про него? Как обычно, такой секрет, о котором даже главный герой сам не знает. Он всего-то слился со своим питомцем. Ручным, ручным демоном. Может, этот демон какой-то особенный был, не знаю. Единственное мое предположение. Пиво это хорошо. Пиво это замечательно. На выходных взять и выпить. Это я уважаю. Не, ну, за столом, мне кажется, паниковать не о чем, правильно? Надеюсь, не будет визгов лишних. Блин, какие добрые дядьки. Я бы тоже не отказался там поработать, если меня угощали бы. Говорят, заказывай побольше. А да, там же награда, конечно, соответствующая была. Трехдневные рубки монстра. Тоже верно, тоже верно. Мало ли какие-то там люди от твоих секретов узнают и демонов. А, мне кажется, лучше не говорить про его интересы. Потому что он реально ответит. Да, да. Школьник. Школьник. А, то есть демон может заключать контракт с несколькими людьми? Ага. Удобно, кстати, удобно. Со всех плат убрать. За аренду. Обалдеть. Приятно познакомиться, да. Очень мило. Приятно познакомиться. Не, ну... Земля пухом, да, помянем. Помянем. Мужик, ну зачем ты начал эту... А, что за вопрос такой дурацкий был? Я только говорил про визги. Даже тебя? Даже тебя? А, кроме... Не, ну смотри. Смотри. Откуда ты взялась? Если она, я вот говорил... Если она всех прям целует, то разве... Такой ли это прям ценный подарок в итоге? Вау, настоящая Макиба. Обалдеть. Нет, конечно. Конечно, конечно нет. Собо собой. Попробуй, попробуй. А Макима какое пиво пьет, спросим. На целые две кружки кружки взяла, что ли? Или это... Да что такое? Или это одна кружка? Никому одна. Так просто она вот скажет. Так это одна кружка была. Странные там такие... Кольца были. Следы от пены. Начинается. Мне кажется, это... Ничем хорошим не кончится. Столько пива выпить. Ау. Ау. Айкью просто запредельный. Запредельный Айкью. Нобельское премия светит. Сто? Я удивлен, что сто. А, а, точно. Тысяча Айкью. Ладно, я... О, о, о. О, 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 ого. Ого. Я не знаю. Столько вопросов. О, о, о. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Кошмар Это хуже, чем кошмар Хороший охотник вроде тебя, говоришь, да? Лично я не завидую Лично я не завидую Я сочувствую Сочувствую тебе, Дэнжи Он еще тише может говорить? Я никогда такого персонажа не видел, который настолько тихо говорит Как она после всего этого встала, понесла его куда-то И куда понесла Ну какое пиво? Куда ты заливаешь? Куда ты пиво заливаешь? Я думал, это не было про демонов Или, ну, на корняк про пиво Было неплохо Но после пива что-то пошло не так Ну что-то... Что-то не так Это она от ревности вот таким занимается или от алкоголя просто? Вопрос у меня Не знаю, по-моему она уже немного отрезвела, поэтому... Порт想... Моэро А? А, а, а... Кого хочет? Ааа... Где демоны? Где... человек бензопила Где демон? где резня пожалуйста ну ладно посмотрим мне уже нравится с первых кадров это телевизор настоящий телевизор и и 8-битный этот о боже 10 из 10 эндинг хотел сказать опенинг уже а вот этот ретро эндинг это прям прям гениально не знаю я не перестану хвалить эти эндинги это вообще шикар шикар но без но просто шикарно серьезно только вот без этого пожалуйста кадра и остальное все замечательно реально уникальность в этих эндингах просто зашкаливает каждый у них эндинг уникальный смотрите вот это прям максимально 90 90-х рисовка и всякие всякие кадры из рекламы видимо то же самое 90 вау вау можно забыть про то что происходило пару минут наши во время нашей выпивки начни даже не пару минут а именно там один промежуток небольшой я не знаю я не знаю я не знаю что вам сказать по этому поводу до этого до этой сцены у меня было куча куча вопросов куча мыслей в голове но после этого я я все забыл я не знаю что я включил что будет дальше ну что начнем с потихоньку сначала сначала был демон сначала был демон я говорил надеюсь в этой серии мы разберемся с ним да разобрались конечно потребовалось нашим нашему одному единственному герою три дня оказалось все просто надо было просто рубить 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 и еще раз рубить и в конце концов как бы демон умрет что звучит логично правильно звучит логично как допустим если взять какую-нибудь игру любую игру там рпг это мне за неважно у враг есть враг допустим дело сражение вот есть там противостояние враги есть есть враг у тебя есть оружие способности ты опускаешь ему здоровье до нуля полоску жизни до нуля опускаешь и он умирает получать здесь также также работает по логике все верно все верно ну и а потом что было я уже я уже не помню была сына на кладбище этом опять же нам показывали флэшбеки с этой схеме на химена я не знаю как не очень относиться это такой непонятный для меня персонаж и не знаю не посадили все понятно опять же есть с другой стороны тоже не особо понятно конечно вот это я слишком сильная привязанность к хаякаве аки не знаю мне вот не нравится такие люди которые прям клеются клеются прямо не знаю почему как только она у неё какая-то мысль западает голову что допустим с ним что-то случится и сразу к это паника просто тревога все эти люди начинается не знаю чересчур она какая-то не то что заботливо конечно но не знаю какая-то не здорово нездорованная нездоровая привязанность к нему нездоровая как по мне ну и в принципе в охотники на демонов верно здоровые полноценно люди не идут наверное я так полагаю еще да еще конечно удивительно что хотя чего и удивляться макима взяла и там миллион себе пива ладно в принципе в принципе дальше дальше мы видели что произошло не знак чему это вот эта сцена финальная приведет в итоге посмотрим уже следующей серии да уж была насыщенная насыщенная насыщенные 20 минут эти прошли даже не знаю чересчур быстро но пора нам прощаться и поэтому напоминаю что полную версию вы сможете найти на boost и ссылку оставлю в описании и до скорой всем встречи и пока пока пока